Итак, вот стартовый слайд, на котором немножко написано обо мне, поэтому представляться не буду. У нас сегодня тема – это язык статистического анализа R и конкретно в нем интерфейс SHINE. Представьте себе такую ситуацию. Вот вы, уважаемый сотрудник, достаточно серьезный, уважаемый контор, в которой много сотрудников работающих занимается кто чем, но в том числе, допустим, части наших работников понадобилась какая-то простенькая статистика. Они приходят к тебе, к уважаемому человеку и говорят, слушай, ну нам статистику надо немножечко посчитать, нам скидывают данные, они у нас лежат в файликах, и вот надо там то-се подделать. Я говорю, ну что конкретно, с чем помочь конкретно? Они говорят, ну нас вот интересует, ну допустим, выбросы. Ну то есть, представляете, да, данные, которые не совсем корректные, может быть, какие-то плохие измерения и так далее. То есть, вы говорите, понятно, анализ выбросов, да не вопрос. Как можно помочь людям сделать анализ выбросов? Ну первое, что приходит в голову, взять их неданные и посчитать. Но ведь это же не годится. Потом они еще придут, людей много, а вы один, такой большой, уважаемый человек. Поэтому нет. И тут, понимаете, так сложились все обстоятельства удачно, что у вас есть среда на компьютере установленном, вот она R-студия. Ну и вы, скажем так, владеете немножечко этой R-студией и можете написать скрипт. Скрипт, он ведь чем хорош? Ты его написал, он отлаженный. И туда только остаются другие данные, другие данные, другие данные. Для того, чтобы нам попробовать все это сделать, нам нужна операционная система. Мы будем использовать Windows, но R, естественно, и среда, и сам язык работает и для других платформ. У меня в конкретном вот сейчас, да, вот этой инсталляции, то, что я использую, ну, я буквально перед семинаром там, ну, естественно, не сегодня, пару дней назад, когда смотрел, там я буду рассказывать, я скачал вот эту версию сейчас R, вот эта версия R-студия. Здесь же я это все установил. Соответственно, вы можете открыть эту среду. Пожалуйста, здесь что у нас есть? Возможность писать код, это скриптовый язык. И главное, что вы же не собираетесь его писать, вы же его хотите в виде скрипта, готового файлика сделать. Поэтому вы нажмете файл, new, R-скрипт. Вот он ваш, пожалуйста, здесь возможность сидеть, программировать и набирать какие-то команды. Еще очень важный момент. Для анализа все уже написано. Статистика, она не первое десятилетие, да, и даже, может быть, не первое столетие ею занимается. Поэтому все библиотеки для всех направлений существуют. И чтобы не изобретать велосипед, а это нам совершенно, у нас нет времени, мы уважаемые люди на фирму, мы берем интернет и набираем R-packages. Но здесь так называются библиотеки packages. Но неважно, как они называются. Главное, что мы знаем, потому что в самой среде есть заголовок библиотеки подключенный. Нам только остается набрать R-packages. Так, должен появиться, это какой-то дата-камп. Вот он, cron packages by name. О, неплохо. Можем переключиться на эту ссылку. Это официальный сайт, как раз, где мы библиотеки и качаем для программирования на R. Посмотрите, в алфавитном порядке вот то, что слева в столбике, это и есть библиотеки. Если мы знаем, как называется по-английски та технология, которую мы сейчас хотим запрограммировать, в нашем случае выброс outlines, мы берем буковку О. Ну, а вот в конце где-то. Так, аут. Нету. О, вот он, видите. Аут, аут. Ну, много. Люди стараются. Ни одна команда этим занимала. Ну, например, берем Outlier DC. Кстати, эта ссылочка, она позволяет не просто открыть, а посмотреть не саму библиотеку, а описание официальное. То есть, там к ней должен быть, вот он, видите, PDF. То есть, можно открыть PDF и посмотреть. Эта библиотека сделана в 2015 году. Ну, наверное, хорошо люди сделают. Так, возьмем еще что-нибудь. Вот следующее. Outlier Detection. Ага. Я говорю, давай посмотрим еще одну. Что же нам на первой-то останавливается? Outlier Detection, да? Смотрите, она была тоже опубликована. О, смотрите, она опубликована в 2019 году. Это уже интересно. Давайте попробуем PDF открыть. Посмотрите, что здесь. Вот она. И мы видим, что функции, которые здесь предлагают нам, используют, да? Вообще, библиотека как раз по названию даже, понятно, посвящена именно тому, что нам нужно. И про каждую функцию здесь, вот их буквально там, я не знаю, пяток, да? Ну, какой пяток? Чук 8. У нас есть описание, даже примерчик и так далее. Кстати, я так по диагонали просмотрев, мне именно это понравилось библиотекам. Не потому, что она 19-го года, а потому, что народ здесь собрал, другие библиотеки и сказал, ребята, ну, смотрите, вот есть много способов, мы все в одну библиотеку это соберем, вы ее установите. И можете разными вариантами смотреть, анализировать выбросы. Я говорю, ну, отлично, так и сделаю. Значит, мне нужно взять эту среду, myRStudio, здесь на вкладке Packages нажать Install и вбить то имя, которое мы нашли на кран Outlier Detection. Со всеми своими зависимостями мы ее устанавливаем. Вот сейчас это пройдет какое-то время, немаленькое, кстати, пол нашего семинара на нем. Я, когда первый раз наслаждался этим процессом инсталляции, мне показалось так, что если мне понадобится установить большое число разных библиотек, я лучше поставлю один раз Outlier Detection и все будет установлено. Потому что она, похоже, устанавливает все. Ну, что относительно анализа выбросов, то похоже, что действительно все. Сейчас будет, это пока просто идет скачивание библиотек с официального сайта. Вот оно пошло. Распаковка этих библиотек, видите, такое количество уже здесь уже десятка-два. Это только начало, тут большая библиотека попадается под названием Assert Red. Мне она секунд пять придется ждать. Но, как только все это будет развернуто, мы сможем начать набирать код. А там под каждую функцию написано, как она проверяет выбросы, ссылочки на математику, на литературу, там данные примеры и так далее. В принципе, можно и проще поступить. Можно покопаться в интернете и достаточно быстро, ну, найти какой-нибудь код, понимаете, да, то есть что-то готовое, где бы нам сказали. Ребята, ну, смотрите, вот так, так и так можно все посчитать, сделать и так далее. Так, вот архивы, инсталлен, процесс идет. И получается, что время там, о, download, что-то там, вроде все. Остается теперь только ее подключить, пока только она была скачена и инсталлирована на моем компьютере. Этот весь набор библиотек. Значит, чтобы не искать, здесь есть свой собственный в библиотеках фильтр. Outlier Detections, вот, вот, library подключено, ну, все. Еще какие-то там сообщения, что она кого-то там переопределяет. Ну, это сейчас нам абсолютно не принципиально. Итак, я к чему веду? Веду к тому, что библиотека готовая, код можно в примерах посмотреть готовый. И не очень сложно накидать какой-то простенький код, так как у нас не программирование посвящено, я, конечно, прокомментирую, но он у меня готовый. Я его сейчас просто-напросто себе сброшу. Итак, что в моем коде будет происходить? Первое. Берется стандартные данные цветки ириса, которые используются во всей литературе. Везде используются именно цветки ириса. Там 150 измерений разных цветков. Это три типа цветка. Разных. Поэтому этот набор данных можно использовать для классификации и так далее. Да, но они идут по порядку. Первый 50 – это один цветок, потом 52-й цветок. Поэтому я из этих ирисов беру 51-й строк. Это конкретный цветок, не помню, как он называется. Ну и 4 столбца беру, которые там ширина, высота этого цветка и так далее. А вот эти функции, которые уже называются, Dens и так далее, где создается объект R1, R2. Вот я его закомментировал зачем-то. Пусть будет раскомментирован. Это и есть те самые готовые из этой outlines, detection функции, анализирующие выбросы. И они возвращают информацию. Кто выброс? Они возвращают массу информации. Они говорят, вот это точки плохие. Вот с такой вероятностью они еще считают, они плохие. И там дается от единицы там. Ну понятно, если она чем выше, тем вероятность, что это действительно выбросы она больше. Но так, чтобы здесь не забивать, я взял сразу из этого возвращаемого объекта второй параметр. Во втором параметре именно номера строк, в которых этот метод считает выбросы. Ну например, вот этот считает там какой-то, видите, у него там kernel, based, outline, factor и так далее. Какой-то метод, алгоритм. Следующий считает по расстоянию какой-то там, соответственно, фамилия автора. Какое-то расстояние. Затем используется вариант из библиотеки К ближайших соседей. Тоже вариант неплохой. Дисперсия, да, по-похоже, это дисперсия. Так или иначе, один и тот же набор данных. Можно прогнать через, там было восемь в библиотеке. Я взял так, на вскидку четыре варианта. В первый попавшийся. Практически сверху брал, который мне понравился. Что еще можно взять? Что еще можно посмотреть здесь? Параметры. У каждого метода огромное количество параметров, которыми вы можете управлять. Например, ближайшие соседи. Я специально показал, сколько они берут ближайших соседей. Они берут количество строк в твоих данных, их 50. Умножают на 0, 0, 5. И это будет число, которое они используют. Но, в принципе, здесь можно поставить запятую и написать k равно 5. И сказать, добери ближайших соседей 5. И таких параметров у любой функции. Ну, хотел сказать, с десяток. Нет, тут поменьше. Но все равно 5, 6, а может быть, где-то и 10 доберется. Итак, что мы делаем дальше? Мы получили 4 варианта. И мы говорим, ну, допустим, возьмем вот первый третий. Посмотрим первый третий. Пересечение. То есть не одним методом берем плохие точки, а этот и этот. И если есть и в том, и в том, и берем вот это гарантированно по двум способам плохая точка. А можно взять по четырем. Ну, посмотрим. Далее, чтобы как-то это графически нарисовать, просто смотреть на точки на экране их координаты, ну, не как-то нехорошо. Пойдем, я немножко тут добавил. Не то чтобы графики, но так, чуть-чуть. Рисуются все наши точки. Сиденькие. А выбросы рисуются красненькие. Ну, и ставится номер, какая там точка рядышком. Ну, так немножко добавил. Три строчки кое. Ладно, попробуем это все выделить. Скрипт можно выделить. Нажать рамки. Вот, смотрите, что у нас получается. Видите, 42-я точка, она является выбросом. 42-я точка. Это в одном типе цветков. Вот все равно, да, один и тот же цветок, но 42-я точка, она здесь пошла как выброс. А если взять, например, допустим, все цветки риса 150. Ну, допустим, первый, и у меня какой там стоит, честно? Первый, третий, да. Я считаю, только по первому, по третьему. Возьму все цветки ириса. Так, попробуем сейчас посмотреть. Так, что нам надо запустить, посмотреть. Пожалуйста, что у нас получается. Ну, может быть, здесь не очень удачный вариант, только что седьмой. А давайте попробуем взять наоборот первый и второй. Вот у меня все считается. А пересечения я могу взять, например, руками. Первый и второй. Отлично. Попробуем сейчас первый и второй. Варианты анализа выброса. Да что ж такое сбросилось? Так, смотрим ран. О, видите? А первый и второй, у них совпало, что точка, которая считается выбросами, две общих в этих двух вариантах анализа. 42-я у нас уже была. И 107-я, это во втором типе цветков. Вы скажете, ну, неплохо. Нет, ну, для нас-то, профессионалов, кто работает со скриптами в этом R, конечно, неплохо. Я могу с этим кодом баловаться. Могу здесь легко поменять, поиграть, параметр какой-нибудь изменить. И так далее. Я легко понимаю, что интерсект сейчас у меня работает от пересечения, да, множество. От двух, а как если я хочу сделать от четырех, то вот надо писать такую строчку. И так далее. Но какие будут лица у людей в бухгалтерии, если я к ним приду с этим скриптовым? И скажу, дамы. Да, в бухгалтерии дамы, чаще всего. Хотя у меня брат, ну, не важно. Дамы, вот вам надо будет немножечко здесь аккуратно править в этом скрипте. Да, еще не забывайте, что ваши данные с файлик, их нужно прочитать. Это будет функция Retable. Я, конечно, могу написать несколько советов, как ее вызывать. Но, в общем-то, это выглядит, конечно, да, не 21 век. Что людям нужно? Ну, не руками, конечно, менять скрипт, да. Им, конечно, желательно было бы интерфейс человеческий, да, удобный для пользователей. Где можно что-то выбрать, что-то пощелкать, поиграть параметрами, но с помощью соответствующих элементов управления. А результат был бы там где-нибудь на экране отображен. Вот, именно это и есть у нас. Где тут на слайде что у меня написано? А я же ничего не писал на слайде. Да, вопрос, который в конце будет. Вот это и есть как раз то, что написано в самом начале. Shine. Они, не знаю, брать не будет, в какой-то версии появилось, но то, что я веду, я уже был и есть и давно. Итак, мы делаем файл, new. Но здесь теперь выбираем, соответственно, видите, Shine Web App. Кстати, к этой программе, которую мы с помощью Shine будем создавать, библиотека соответствующая, можно и веб-интерфейс сделать, использовать браузер, любой. Она говорит, давай имя своей программы. Ну, аут, 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 ладно, хватит трех букв, куда больше. В каталоге пусть создаст сама, где хочет, рекомендуемый сегодня стиль, это все размещать в одном файле. Все, это сингл файл, отлично. Create. Вы видите, не так все это сложно. Так она сделана. Кстати, интересная история. Здесь это можно уменьшить, потому что теперь это не так будет сильно нужно. И этот скрипт можно убрать. Нет, в блоке скрипт, мне все-таки будет нужно. Там будет результат компиляции, результат запуска этой программы. Значит, если посмотреть на то, что нам было сгенерировано в папочке на жестком диске, то там будет один файл. Вот он открыт перед нами. app.h. Программа SHINee состоит из двух компонентов. Первый компонент называется User Interface. Здесь вы разрабатываете внешний вид. А, нет, неправильно сказал. Тут дизайнер разрабатывает внешний вид. В принципе, все-таки понимаете, лучше, конечно, профессионал поучаствовал бы, чтобы в этом. И второй компонент называется Server. Этот компонент отвечает за обработку и формирование отчета, на сервис. А куда он этот отчет... Нет, не так. Откуда он возьмет данные и куда он поместит информацию? В User Interface первый компонент. Они поэты между собой, естественно, тесто взаимодействуют. Ладно. Кстати, вы скажете, что это за код я набрал? Нет, я не набирал. Это заготовка. Вот такая она генерируется. Поэтому ее можно запустить и убедиться, что это рабочий вес. Нас она, конечно, абсолютно не устраивает. То есть это не наша задача, но как принято. В конце это нужно собрать эти два компонента в единую, чтобы они друг с другом общались, понимали взаимодействие. Это делается этой строчкой, которую я называю в Shiny АПП. User Interface. Я говорю, а то у тебя Server. Последнюю строчку менять не надо, и трогать ее не надо. И не надо менять и трогать строчку первую, где получается библиотека Shiny. Все остальное, это, естественно, в ваших руках. И бизнес-логика, это Server, и User Interface, понятно. Да, давайте посмотрим, что это здесь они устроили. Значит, мы нажимаем Run. Так, надо посмотреть по стрелочке вниз. Она будет запускаться в отдельном окне. Это удобно. А его окно закрываешь, она сразу отключается. А если в браузере, там надо по-другому немножко выключать. И там каждый раз надо будет кнопочку нажимать, выключи прослушку, выключи прослушку. Поэтому отладку удобнее делать в окошке. А потом можно уже запускать ее после того, как мы отладили и в каком-нибудь браузере. Итак, Run выбрана у нас правильно. Нажимаем на этот Run. Вот в отдельном окошке запускается программа. О, какая большая. Ну, коп. А уменьшить ее можно? У меня мониторный очень удобно. Если вот так я сделаю. Ага. Не вмещается. Ну, ладно. Значит, что здесь у нас есть? Вот как раз тот самый вариант пользовательского интерфейса, который позволяет какие-то менять настройки. А внизу, в общем-то, строится некий график. Тут мы говорим, вот тебе случайные какие-то числа. И она, значит, строит какую-то гистограмму. Но здесь данные берутся. Это данные. Что они созданы? Сейчас, дайте глянь. The interface output. Да. Здесь такая любимая игра у них взять некие такие статистические данные жизни и вот сделать программку на базе вот этой информации. Это вот этот, как это, водопад в каком-то парке штатовском, который с определенной периодичностью фонгейзер выбрасывает, наверное. И вот эта чистота выбросов этого гейза. Поэтому картинка, которую мы здесь видим, она примерно всегда одинаковая. Единственное, что только я управляю числом этих разбиений на гистограмме. Ну, видите, она два пика имеет. Потому что такая вот частота извержения этого гейзера. Ну, собственно говоря, главное нам здесь, что все работает, библиотека есть, все прекрасно. Единственное, что нам совершенно вот этот их внешний вид, ну, не подходит никак. А что нам нужно было бы, вот чтобы нам, как бы мы могли это делать оформить. Мне почему-то кажется, что, конечно, первым шагом было бы неплохо как-то организовать в интерфейсе выбор данных, которые мы собираемся анализировать. Но по-хорошему, это нужно загружать свой файл на сервер, upload делать туда, а там уже его использовать. Но это сложнее. Это уже, во-первых, это не интерфейс шайнит, уже надо загружать данные, работать с ними, это больше эровский код. А поэтому в нашем варианте я использую такой более тривиальный вариант. Это fluid page, который здесь называется. Эти fluid page открылась в скобке. Главное не снести закрывающий, потому что внутри fluid page и ставится все те элементы управления, которые на экране присутствуют. В том числе для ввода данных и для вывода. Для вывода используется main panel. Вот тут график какой-то строится. А для вот этого ползунка, вот он, заголовок и слайд бар. Это как раз то, что мы там меняли частоту развеения. Поэтому я могу вот это все, вот эту скобку надо, вот эту скобку надо фиксировать, где она. Вот она, оу, не тут, о. Значит, а вот эта запятая. Ага. Ну вот так мне надо все достереть. Наверное, вот так. То есть у меня получается внутри fluid page ничего. Запятая. Раз. Ну, вот в общем, скорее всего, со скобками я уже налажал. Но ничего. Исправим. Тут это все дело. Итак, я хочу красивый заголовок. Ну, конечно, я что-то буду копировать опять, потому что писать одно и то же банально, что мне нужно. Заголовок, outline, detection, это понятно. Запятая. Следующий элемент. Следующий элемент у меня будет выбор. Кстати, опять же, точно так же, как и всегда, если вы хотите, если вы хотите быстренько разобраться, то можно взять, найти, так, как она называется, shiny, можно взять shiny UI, user interface. И тут есть, не надо брать картинки, динамический интерфейс, это хорошо. Ну, наверное, самый первый, надо ссылочку открыть. Здесь есть тюториал, видите, 7 уроков. Вот в этом тюториале, кстати, очень красиво, грамотно сделано, как раз показано, этот fluid page, можно из него все выкинуть, все руками делать. Вот видите. Но самое важное, что здесь есть такая картиночка, которая показывает все элементы управления. Ну, это списком, это неинтересно. Они есть просто, не понял. Вот же. На третьем блоке. Вот они все элементы управления, которые позволяют вводить информацию. Понимаете, здесь очень такая непростая история. Дело в том, что когда вы меняете значение в элементе управления в браузере, об этом узнает сервер. Поэтому у них, они друг друга, сервер и юзер интерфейс, компоненты, друг с другом взаимодействуют. Поэтому вы не можете его взять, какую попало, да, вы берете только из этого списка. Отлично, а что здесь у нас есть? Для выбора данных. Вот видите, загрузка файлов, выбор файлов. То есть можно сделать upload файл на сервер, здесь его выбрать, и данные туда использовать. Но мы возьмем выбор данных в виде вот этого, select box. То есть там будет списочек с этими самыми, как они называются, с компонентами, с названиями данных, ну и так далее. Что-то такое просьбик. Дальше потом отсюда еще что-то будем выбирать. Значит, у меня он уже есть, естественно, как и все остальное. И он называется sidebar. То есть, во-первых, там есть такой объект, который sidebar layout, и в него загружается вот этот sidebar layout. Но этот скобка закрывающий, это, наверное, скорее всего, sidebar layout, который я так неудачно стер. Потому что он здесь в нем лежит. Вот это все может быть. Да. Ну, пока все равно ничего. Пока все равно еще ничего хорошего. Так, sidebar. Так, ну, куда-то что он выбирается? Он expector. Да пусть будет, пригодится. Так, пригодится. Все равно где-то я что-то тут снес. Ну, ладно. Ну, ладно. Сейчас мы нажимаем. Внутри будет sidebar panel. Это вот сама панелька. Вот так. Я просто слишком... Теперь, наверное, должны быть скобки все. Вот. То есть, у меня открыта fluid page. В нем находится заголовок. В нем находится layout. А в нем находится панель, в котором интерфейс с помощью элементов управления вы создаете, которые позволяют вводить данные. То есть, вот все элементы для ввода данных должны быть внутри sidebar panel. Ну, так. Немножко заморочен. Так. Select input. Смотрите, вот здесь, если я копирую select input, это и будет элемент. Вот. Вот он, select input, который позволяет здесь, открывая списочек, выбирать данные. Ну, у меня, допустим, хардкод будет и ирис. Это первый, второй, третий. Это, значит, 50, 100 и все 150. Вот, поэтому один, здесь первый, второй, а это все. А по умолчанию вариант ирис. Чтобы с этим элементом можно было взаимодействовать, я его назвал dat. Я на сервере буду к нему обращаться по этому имени. Поэтому это важно. Но у меня пока серверный код. А лучше его, наверное, удалить, мне кажется, серверный код. Потому что, во-первых, он совсем к нашим объектам не подходит. Лучше мы его снесем. Так, это какой-то график надо здесь рисовать. У меня же пока ничего нет. Давайте просто посмотрим, что у меня получилось. Сейчас какой-то элементик должен быть на экране, где позволяет выбирать один, второй. Нормально позволяет выбирать. То есть я могу кликнуть сюда, выбрать, да, выбирать, и все работает. Этого мало. Я выбрал данные. А дальше представьте себе ситуацию. Допустим, ну, мы определились в конторе, что мы будем проверять выбросы четырьмя способами. Четырьмя. То есть, а можно ведь по отдельности, а ведь можно двумя из четырех. Ну, то есть здесь нужен выбор, который позволяет от одного, нет, даже так, ну, нет, конечно, глупо от нуля, да, но от одного до четыреха. Не кто-то, а может быть любое количество. Вот это, где наша картинка, вот это. Это вот этот выбор одного, а вот этот choice, checkbox group, можно выбирать сколько угодно из предложенного списка. Значит, нам нужны элементы, вот это, checkbox group. И все, checkbox group. Но они все называются input, это все элементы, которые позволяют вводить данные. Поэтому они называются какой-нибудь там select box, там что-нибудь, select input, checkbox input, вот так. Так, у нас там четыре алгоритма, поэтому их нужно красиво назвать в соответствии с тем, как мы здесь их с вами изучали. Вот они были, да, ближайшие соседи, там какое-то это расстояние и так далее. Соответственно, я все это прям так, как там было набрано и буду писать. Но здесь, здесь, запятая, потому что идет следующий элемент. Следующий элемент, checkbox group input. Ну, он такой достаточно получился большой. Понятно почему. Потому что там много слов. Просто ведь метод такой-то, метод такой-то, метод такой-то. Все я их пронумеровал от одного, не умещается, от одного, она всю попробует развернуть, от одного до четырех, а вариант, который выбран по умолчанию, он единичка. Не, ну мы сейчас сразу посмотрим, как это выглядит на экране. Что там, я-то так сразу и делаю все. Тем более, вот, знаете, методы анализа. Я говорю, вот такой, или такой, или вот такой. То есть, ну, удобнее же, чем там снимать, ставить комментарий в скрипте. Я здесь просто галочкой, галочкой поставил. Все нормально, красиво. Ну, по крайней мере, пользователь говорит, я хочу вот этим одним проверять. Ради бога. Кстати, вот этот, который я выделил, в нем ведь есть еще одна интересная возможность. Можно управлять, ну, там параметров-то везде много. В принципе, здесь можно было бы по каждому методу сделать еще пять параметров настроечных, выполнений, тонкостей. Ну, вот у самой простой, это к ближайших соседей. Сколько к? По умолчанию там какой-то вариант берется, я показывал. Но можно и задать. Поэтому сюда можно добавить ближайшие соседи. Ближайшие соседи. А это что значит? Это, наверное, ближайшие соседи. Это, наверное, удобно ползунком. Ну, из меня дизайнер, конечно, никакой. Но можно было бы какое-нибудь число сделать, которое меняется. Там, да, вот numeric input. Да, тут можно было бы число гонять. Ну, я, например, слайдером так вот двигаешь, там, видно диапазон, то есть сразу все перед глазами. Ну, слайдер input, значит, он так и называется. Он будет от одного до... Ну, я... Здесь, конечно, хардкод это нехорошо писать до скольких. То, что от одного, это понятно. А вот хардкод это значение неправильно писать. Итак, запятая. И следующий элемент. У меня будет до 20. Ну, это, конечно, с потолка число. Как-то надо более красиво делать в программах как-то более умно. И последний элемент, тут сразу добавлю. Понятно, что после того, как пользователь все это выставил, выстроил, должен нажать кнопку, которая все сделает. Это будет action button. Так она и называется здесь, как элемент управления. Action button. Все мы уже добавляем в конце. О, кнопка. Я говорю, работай. Ладно, смотрим, как она работает. Ну, в смысле, пока она пользуется интерфейсом. Вот, ближайшие соседи заданы 5. Могу увеличить, могу уменьшить, могу выбрать, могу поменять. Ну, по крайней мере. Кнопку нажал, все работает. Ну, это в теории все работает. У нас пока только она нажимается. Когда мы нажимаем кнопку, происходит, со стороны сервера ведется прослушка за этой кнопкой. Это будет специальный объект, специальный код. И как только кнопку нажали, на сервере будет срабатывать соответствующий R-код. И он так все сделает. Кстати, код мы уже написали. Вот. Ну, конечно, не в таком убогом виде. Тут надо его обобщить, потому что здесь у меня hard-код. Вот было написано от одного до 50, и все методы написаны, видите, да, просто вызывается, вызывается, вызывается. А здесь мы же не будем, если пользователь выделил один, вызывать все четыре, да. Ну, наверное, как-то по-умному надо написать код. Значит, ну, в общем, там придется немножко код этот украсить. Но вопрос в другом. Где этот код? Писать, когда нажмем кнопку. Смотрим вниз, раздел. А, вру. Подождите, main. Main надо как-то сделать, main до конца. Значит, у меня main output plot. Да, нормально, график. Это график, мы же точки нарисуем. Только я его назову просто plot. Зачем будет диск? Просто plot. И еще я хочу одну штучку для контроля. Я для отладки. Это дело всегда. Оно удобно. Мне нужен некий текстовый вывод на экран. Я хочу видеть через запятую элементы. Я хочу видеть какую-то вот... То, что пользователь вел, хочу видеть четко, чтобы мне было понятно, какие он выбрал варианты анализа. Это то, чтобы гарантировать, что мои данные доходят до сервера. А то потом на сервере не работает, и ты думаешь, почему? А у тебя данные не дошли. Поэтому этот вот текстовый поле, это будет просто контроль. А потом можно скомментировать его и убрать кончатый вариант. Все. Все. Больше надо ничего трогать на сервере. Моего юзер интерфейса, точнее говоря. Теперь как раз серверный код. Серверный код. И начинается вот с этого слова function. Открываются скобки и так далее. Кстати, обратите внимание, там ничего не было у UI. Видите, просто FluidPage, скобка открылась, пошли в ваш элемент управления через... А здесь хитрее. Здесь уже есть написанная функция с параметрами и фигурные скобки, где вы пишете R-код. А параметры input, input, это и есть ваши вот эти объекты. Вот каждый здесь элемент управления, он имеет имя, вот это имя. Первым параметром оно идет у всех, вот у кнопки имя. Именно они будут здесь, в коллекции input. Это элементы, вводящие информацию. А output, сюда войдут элементы, которые выводят информацию. Те, которые называются output. Соответственно, они называются у меня плот и тест. Ну, надо было, конечно, назвать не тест, а тейбл. Ну, ладно, я для отладки его использую, таблицу. Вот такая логика. Логика вполне, вполне разумная. Так, соответственно, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Да, не хочется просто все брать и копировать целиком. Ну, не знаю, не будем и тянуть с другой стороны. Значит, мне нужно на обработку, вот я сейчас одну строчку скопирую, а потом, скорее всего, уже скопирую все. Для связи с тем, что происходит на стороне клиента, нужна специальная вот эта функция, reactive, event reactive. Видите, на что она реагирует? На input, доллар, а все элементы из этих объектов, input, output, они доступны через доллар. То есть, как внутренние объекты. То есть, мы пишем input, то, что нам передали, а там коллекция элементов, с которыми мы можем взаимодействовать. Доллар, и вот оно имя вот этого элемента action. Все. И дальше фигурные скобки. Внутри этих фигурных скобок, поставлю закрывающих, и вы пишете тот код, который сработает, когда у нас нажимается кнопка. Это используют код зачем? Дело в том, что, понимаете, глупо было бы, если бы пользователь вот здесь, давайте сейчас, не знаю, заработает. А, нет, что она хочет? Пристало. А может, я скобку зря поставил? Нет, скобку я поставил, скорее всего, не зря, но просто у меня еще здесь должна закрываться скруглая скобка, потому что это вот так. Да. Не хочется запустить пустой код для того, чтобы показать. Вот я нажимаю кнопку, и что-то произошло на сервере. У нас пока ничего не происходит. Но представьте, как будет глупо, если каждое изменение в этих параметрах, которые здесь вот есть, да, и при этом будет происходить что-то на сервере. Это трата в сети, это нагрузка на сервер, никому не нужно. Все выставили, нажали, и один раз там отработали. Поэтому для того, чтобы вот такой создать, такую ситуацию, да, вот такую именно обработку, однократную, вот и пишется этот event react. Но он должен все данные положить в какой-то объект, который будет доступен остальному коду на сервере. Поэтому внутри вот здесь вот этого, вот этого блока кода мы формируем объект. Объект. Список, в моем случае, который мы возвращаем. Вот он. Вот в этом списке, который у меня будет называться ВАЛС, и будут, какой он выбрал ИРИС, там не ИРИС, сколько у него ближайших соседей, какие у него методы выбрал он, чекбоксики, какие он выбрал методы для обработки, анализа выбросов. И все. Вот так. Вот это ВАЛС. Вот этот ВАЛС, вот его, я и отправляю в объект текст для проверки, чтобы все работает. Я вот с этого и начал дальше писать код. Вот смотрите. Видите? Мы пишем. Теперь берем output. Это входные были данные. А теперь идут выходные данные. output, доллар, тест. И туда рендер, текст, что? Я туда просто отправляю с помощью функции паст, которая собирает все данные в одну строку, весь мой ВАЛС. Вот смотрите. Теперь можно легко контролировать, как это работает. Я запискаю программу. Даже ничего не буду менять. Ну ладно, поставлю больше. Ладно, еще галочек поставлю. Все. Ну, что-то, да, не очень много всего. Что так? А, внизу. А, там же плод у меня большой должен быть на экране. Ну вот, в любом случае. У меня стоит первый набор данных. Это ИРИС-1. Потом у меня стоит 8 ближайших соседей. А здесь я выбрал первый, третий, четвертый. Да? Все? То есть оно там внизу просто. Вот, да, работает. Поэтому я могу контролировать и видеть, что каждое изменение, каждое изменение, и все происходит. И это происходит. Вот такая история. Вот такая история. Так, хорошо. Ну, это было так, для тренировки. А вот теперь мы сюда добавим, добавим уже output plot, который формируется с помощью функции серверной. Вот оно, смотрите. Опять output dollar plot, стрелочка, render plot. Вот здесь, конечно, надо закрыть это все фигурные скобки, скобка круглая. И вот этот раздел кода, он и должен себе содержать бизнес-логику, которая что делает? Она не только делает анализ выбросов, но она сформирует график, и она учитывает те параметры, которые пользователь, вот этот ваус, да, уже мы переложили. То есть нам не надо там писать хардкод от 1 до 50, а надо брать по-умному соответствующий диапазон. Но вот этот вот весь код, который там я каким-то образом писал, ну да, там пришлось немножко посидеть, поковыряться. Может быть, он не самый оптимизированный, но, по крайней мере, как бы помягче сказать, он даже немножко вроде как работает. Вроде, ничего не слова. Отладкой я не занимался. Я проверяю, какой вариант выбран. Ирис там 1, 2, 3, беру разные диапазоны, формирую набор индексов, ну, чтобы написать потом хардкод от 1 до 50, да, формирую индексы. Вот он, это объект индекс. А все 4 варианта расчета я просто делаю от 1 до указанного числа индекса. То есть они включают в себя по умолчанию все точки. Зачем это сделать? Чтобы когда ищут пересечения, они не мешали, если пользователь их не использует. Если он возьмет, что вообще ничего не выбрано, то в ней нет выбросов. Ну, то есть анализа же нет, значит, выбросов нет. Соответственно, потом, если задана первая галочка, вторая, третья, четвертая, я считаю соответствующими методами вот эти вот выбросы, рисую график. И если есть хоть один вариант, здесь надо было проверять, еще кроме того, что здесь у меня проверяется, еще надо здесь проверять не только, что есть способы, выбраны пользователем галочки, способы анализа выбросов, здесь еще надо было бы добавить проверочку, что есть точки, которые общие в пересечении, в интерсете. Потому что только потом тогда надо считать интерсете. Потому что если там никого не будет, она будет говорить, ой, там у тебя нет данных. Ну, как-то это будет выглядеть ночью. Но в любом случае, вот этот, если мы попадаем внутрь этого ифа, значит, мы уже пытаемся выбросы нарисовать красными, красными, я рисую вот они на красную. Ну и все. Это вся, весь код взят с того слайда. Весь код взят с того слайда. Так, если, не знаю, давайте я сброшу, так, начиная с файберы и заканчивая контроль, сэр, чат, брошу. А, не мучается. Домин, докуда. Слайдер, input на сотруд. Вот так, до этой точки дошло. Тогда здесь до output текста. уже рендер плод. Но будем надеяться, что все там, чек, поместится. Нет, не вмещается. Где же она застряла? На интерсекте она влезла. Ага. Вот отсюда не вместилась. Маленький у них тут буфер. Кусочком сбросил. Итак. Сохранили. Вы смотрите, что у нас вышло. Естественно, в начале ничего нет, потому что ничего нет. Вот у нас сейчас проверяется только один тип эрисов только способом вот этим первым. Иди тек. Вот выброс. 42. Я говорю, не, давай мне вот этим, одним только вот этим способом. Пожалуйста. Вот этот способ дает, видите, сколько выбросов. Раз, два, три. Беру, например, вот эти два выброса. Второй, третий. Вот анализ выбросов. 42. Могу поменять ближайшее число соседей. Кстати, это может повлиять, например, если поменьше взять. Ну, может оно влиять, только надо отключить вот этот вариант. Два ближайших соседа. Только 42. А если много? Что? А вообще, значит, нет. Вот когда ты это пишешь, это как раз там вариант, что нет его выбросов. Давайте мы возьмем точек. Возьмем все. Две серии. Во. У нас здесь есть, видите, сколько. Я могу увеличить число точек, а выбросы или уменьшить. Их сейчас пять штук. Давайте я уменьшу. Видите, совсем другие точки. Но оно работает. То есть оно явно, да, как я работаю. Я говорю, а давай первый и третий. А первый и третий мне дают только эти две точки. Ну вот, пожалуйста. Если подключить сюда, например, четвертый, но можно отдельно посмотреть, можно посмотреть отдельно, можно посмотреть отдельно. Четвертый вариант. Видите, он в другие точки выдает. А если взять четвертый и третий, четвертый и третий вместе. Видите, вот она говорит, нет у тебя нулевая длина. То есть надо проверять, чтобы не было вывода на график. Вот этого не было вывода на график. Но в любом случае, да, ну о чем мы тут отключим что-нибудь, что-нибудь уберем. Но в любом случае, то, что мы сделали, да, если потом еще вместе с пользователями над этим поработать, то можно какие-то дополнительные параметры сюда задать, в интерфейс поместить. И пользователь управляет, представьте, да, загружает данные из файла на сервер. Там его подключает этот файл, ваш скриптеровский, анализирует. Пользователь выбирает как. И выбросы видны. Все, ради бога. Ну, вот такой вариант. Кстати, в этой таблице, которая внизу у нас там тоже что-то напишет, можно было бы, например, в этой таблице, допустим, было бы выводить отдельно, да, по каждому из выбранных методов те точки, какие у него считаются выбросы. Да, то есть какая-то табличка, состоящая из нескольких строк, где было бы каждый метод, который он выбрал, и какие там выбросы. Потому что график это одно, да, на графике уже пересечение. А так будем видеть. Вот этот дал 5, этот дал 2, этот дал 4, этот дал 1, а общее пересечение 0. Вот. Можно играться, все-таки это интерфейс пользовательский, да, поэтому, в принципе, конечно, здесь можно красиво все это сделать. Но, в целом, вы видите, это уже можно давать людям. Потому что, по крайней мере, от них не требуется никаких знаний. Он запускает браузер, он только должен по определенному URL зайти, и все, пожалуйста, и вам анализ выбросов будет сделан, и он будет вариант программы с человеческим лицом. бухгалтерия сможет работать. Это важно для бухгалтерии особенно. Они же там еще, ну, понятно, зачем нужна бухгалтерия. Вот. И вам будет хорошо. Ну, что ж, я думаю, что вот на этом мы остановимся. Код я попытался какой-то туда отправить, да. Что у нас еще здесь? Ну, если не знаю, будет интересно, звоните. Если будет интересно изучить R, у нас есть первый курс, сам язык, второй курс, как раз на котором и рассматривается целый день. Шайни, разбираясь вот эти все элементы, как они там взаимодействуют, как обмениваются данными, и так далее. И это будет как раз на втором курсе. Если вопросов нет, то всем, кто у нас вебинаре был, спасибо. Италию персонально спасибо. Вот. А мы еще начнем с вами дальше. У нас другое с вами занятие. Это семинар был. Так что не обращайте на нас никакого внимания. Просто создали вы, как это называется, массовку. Это тоже неплохо, да.